Тема урока «Согласование имени прилагательного с именем существительным». Начнем урок с наблюдения. Из телепрограммы выпишем название телепередач, включающих прилагательные, а также вспомним и запишем название художественных произведений, включающих имена прилагательные. Я нашла такие названия телепередач – «Местное время», «Дорожная азбука», «Чудеса солнечной системы». Вам предстоит найти и другие названия, соответствующие нашему заданию. Из названий художественных произведений я предлагаю записать «Безумные Евдокии», автор повести Анатолий Олексин, название повести «Весенний перевертыша» Владимира Тендрякова, название рассказа Владислава Бахревского «Собака на картофельном поле». Определим род, число и падеж существительных, к которым относятся имена прилагательные, а также род, число и падеж имен прилагательных. Занесем полученные данные в таблицу, состоящую из трех колонок, где первая колонка – это название художественных произведений и телепередач, вторая – род, число и падеж имени существительного, а третья – род, число и падеж имени прилагательного. Сравним результаты. Название «Местное время». Определим род, число, падеж имени существительного время. Это слово среднего рода, в единственном числе, в именительном падеже. Теперь определим род, число и падеж имени прилагательного – местное. Начальная форма «Местный» употреблено в среднем роде, единственном числе, в именительном падеже. Следующее название передачи. Дорожная азбука. Азбука женского рода, в единственном числе, в именительном падеже. Дорожная. Начальная форма дорожной. Употреблено в женском роде, в единственном числе, в именительном падеже. Название. Чудеса солнечной системы. Система. Начальная форма системы. Женского рода, в единственном числе, в родительном падеже. Солнечной. Начальная форма солнечной. Употреблено в женском роде, в единственном числе, в родительном падеже. Название повести «Безумная Евдокия». Существительная Евдокия женского рода, в единственном числе, в именительном падеже. Безумная. Начальная форма безумной. Употреблено в женском роде, в единственном числе, в именительном падеже. Весенние перевертыши. Перевертыши. начальная форма перевертыш, мужского рода во множественном числе в именительном падеже, весенние, начальная форма весенней употреблена во множественном числе в именительном падеже, род определить нельзя, так как прилагательное во множественном числе. Название следующего произведения. Собака на картофельном поле. На поле. Начальная форма поля, среднего рода, в единственном числе в предложном падеже, картофельном. Начальная форма картофельный употреблена в среднем роде в единственном числе в предложном падеже. Какой вывод можно сделать? Называя признаки предметов, прилагательные поясняют существительные, поэтому и морфологические признаки прилагательного помогают ему приспособиться к имени существительному. Прилагательные согласуется с существительными в роде, числе и падеже, то есть имеет тот же род, число и падеж, что и существительные. Если существительные женского рода, то и прилагательные принимают форму женского рода – дорожная азбука. Если существительное употреблено в предложенном падеже, то и прилагательное употребляется в том же падеже – на картофельном поле. Если существительные в форме множественного числа, то и прилагательные принимают форму множественного числа – весенние перевертыши. Изменяются имена прилагательные по родам, числам и падежам. Даже в самых сложных случаях прилагательное сообщает нам о роде существительного. Например, ценная бандероль, прилагательное ценное в женском роде, просторный вестибюль, прилагательное в мужском роде. А если существительное неизменяемое, как аду, пальто, шимпанзе, пенальти, опять же на помощь приходят имена прилагательные, потому что по его форме можно определить род неизменяемого существительного. Решающий пенальти, прилагательное в мужском роде. Модное пальто, прилагательное в среднем роде. Смешной как аду, прилагательное в мужском роде. Заботливое шимпанзе, прилагательное в женском роде. Здесь речь идет о самке шимпанзе. Во множественном числе род прилагательного не различается. Весенние перевертыши, весенние птицы, весенние деревья. Независимо от рода существительного в единственном числе, перевертыш, птица, дерево, форма прилагательного одна и та же, весенние. Прилагательное – очень гибкое слово. Оно может приспособиться к любому существительному. Об этом есть сказка Сергея Шумахера, как появилось имя прилагательное. В сказке рассказывается о том, что в алфавите все буквы дружились с именем существительным. Оно было доброе и очень трудолюбивое, постоянно что-нибудь сочиняло или мастерило. И нужен стал имени существительному помощник, который пояснял бы все предметы, придуманные существительным, и во всем бы ему подчинялся. Буква И взялась помочь. Она собрала все буквы алфавита и стали о ней думать, как назвать помощника. Ну, раз он будет прилагаться к имени существительному, то и назовем его имя прилагательное. Так и появилось имя прилагательное и стало стоять в том же роде, числе и падеже, что и имя существительное. Думаю, что эта сказка поможет вам запомнить, что имена прилагательные согласуются с именами существительными в формах рода, числа и падежа. Раз имя прилагательное согласуется с именем существительным по таким грамматическим признакам, как род, число и падеж, то и определить данные признаки можно по роду, числу и падежу имени существительного. Прилагательное плюс существительное. Нужно уметь находить такие словосочетания в тексте. Потренируемся. Прочтем отрывок из текста Дмитрия Зуева об июле. Июль – макушка лета. Трепещет и дрожит жаркий полдень. Не шелохнутся в тени густые заросли трав и кустов. В золотистом маре везеленый мираж июльского пейзажа. Выпишем словосочетание соответствующей схеме прилагательное плюс существительное. Первое предложение. Говорится о чем? Об июле. Прилагательных, которые поясняют существительный июль, нет. Во втором предложении рассказывается о чем? О полдне. Полдень какой? Жаркий. Первое словосочетание. Жаркий полдень. В третьем предложении повествуется о зарослях трав и кустов. Заросли какие? Густые. Густые заросли. Второе словосочетание. В четвертом предложении говорится о мираже. Мираж какой? Зеленый. Мираж чего? Пейзажа. Пейзажа какого? Июльского. Мираж в чем? Где? В Марьеве. В Марьеве каком? Золотистом. В иписанном словосочетании. Зеленый мираж. Июльского пейзажа. В золотистом Марьеве. Грамматические признаки и существительного, и прилагательного в каждом словосочетании совпадают. Имена прилагательные стоят в том же числе, роде и падеже, что имена существительные. При написании окончаний прилагательных можем встретиться с трудностью. Большой пишем окончание «ой». Оно слышится отчетливо, потому что ударное. Густые заросли, окончание ударное. Густые пишем «ые». Можем ошибиться в написании безударных окончаний прилагательных. Весенние перевертыши на картофельном поле, солнечной системы, в золотистом Марьеве июльского пейзажа. Чтобы правильно написать безударное окончание прилагательного, нужно Выяснить, к какому существительному оно относится. Задать к прилагательному вопрос от этого существительного. По окончанию вопроса определить окончание прилагательного. Окончания «ый» и «ый» не проверяются вопросами. Жаркий – полтень, зеленый – мираж. Это окончание прилагательных в именительном падеже в единственном числе в мужском роде. Первый шаг нами уже выполнен ранее. Мы выясняли, к каким существительным относятся прилагательные. Переходим ко второму шагу. Задаем вопрос от существительного к прилагательному. Перевертыши какие? Весенние. Окончание вопроса «ие». В прилагательном «весенний» пишем окончание «ие». Весенние. На поле каком? Картофельном. Вопрос оканчивается на «ом». В прилагательном пишем «ом». На картофельном. Системы какой? Солнечной. Пишем безударное окончание «ой». потому что вопрос оканчивается на «ой». В мареве каком? Золотистом. Окончание «ом». В пейзаже какого? Золотистого. Окончание «ова». Итак, имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам, согласуются с именами существительными в формах рода, числа и падежа. Во множественном числе род прилагательного не различается. Род определяем только у прилагательных в форме единственного числа. Безударные окончания прилагательных определяем по вопросам от существительного к прилагательному. Окончания «ы» и «и» не проверяются вопросами.